В жизни хозяина погребов это особенный момент, очень важный выбор последователем, преемником. Это очень важный момент и это как бы двойная ответственность для хозяина погребов. М. Погребов не может оставить свою работу на службе дома, если он не выбрал сам и не подготовил своего предприятия. М. Погребов не может оставить свою работу на службе дома в 2007 году. М. Погребов работал с нами в 2007 году. Он работал с нами как связующий с вином между теми кто производит вином и работают на виноградниках, и производит те самые спирты, на основе которых отбираются книги. М. Погребов работал с нами, я сразу заметил его энтузиазм, его passion, его способность работы, и, во-первых, он очень вкусный. М. Погребов работал с нами в самом начале, как только он начал работать с нами, я почувствовала, что это особенный человек. Во-первых, трудолюбие, страсть к земле, страсть к нашей работе, а самое главное дегустация, потому что именно в дегустационном зале это главный место где производят все эти книги и потом, так сказать, определяют профессионализм и компетенция человека. М. Погребов работают целая группа специалистов. Мы разделяем свои мнения между друг с другом, обмениваемся ими. И вот там именно видно кто на что способен, кто действительно может правильно определить вкус, аромат вина и спиртов. И тут я заметила, что именно он, он среди всех других. Батис, как правило, был последним кто вместе со мной покинал дегустационный зал. Внезапно возникло между проектами какое-то соучастие. Я увидела в нем, несмотря на разницу в возрасте, сотрудника, который вместе со мной умеет делать то же самое, что я. И я начала понемногу его готовить. Я поняла, что именно он когда-то может принести его. Это очень подробный ответ мой вопрос. Спасибо большое. Но мой основной месседж был в том, что принцип отбора не является ли он чьим-то родственником, или он действительно по своим профессиональным качествам попал на эту должность. Но я хочу сказать еще немного, что этот выбор не зависит от того, что он был родственником, это для его компетенции, которые мы выбрали. Это очень важно. Это очень важно. Это не мой сын. Это не мой сын. Он был выбран для его компетенции. Он был выбран для того, чтобы, в том числе, его интеллигенция и мораль. Это очень важно. Он имеет значительную роль в том, что он был в том, что он не стал таким человеком. Они были выбраны именно Батист, потому что он имеет ум, сердце, моральные качества, ценности, которые определяют Дом Рами Мартен. И именно его компетентность и профессионализм были определяющими в этом выборе. Он производит впечатление очень приятное. На самом деле. И вы знаете, у нас есть знакомые с Амелье в России, которые выглядят как люди, которые или по роду деятельности, или вообще просто так, они любят выпить. То есть это по ним видно, что они пьют все-таки. Вот если ты посмотришь на Батиста, то такое ощущение, что он абсолютно не употребляет алкоголь. Батиста, это самый добры, есть не его сомель. Это такой смысл? Да? Ну да, это очень приятно. Ну да. Это очень приятно выяснить, проходитесь в этом году. В этом году вы будете воспринимать, что это точно так как бы, но в гости, но в гости, когда. Да, да. Я думаю, что в работе, в маторе дешевле, это приводит к дегушке каждый день. Конечно, нужно очень внимательно к дегушке, но мы дегусти majorитетно на нос. И если мы добавляем в голову, то мы добавляем как дегушку. Вы должны знать, что такое дегушку? Очень важно. Есть дегустация по-французски и по-российски. Да, да. Да, да. Мы ежедневно должны пробовать очень много различных спиртов. Но эта дегустация проводит в основном носом. Главный инструмент нашей дегустации – это нос. И если мы берем что-то в рот, то, естественно, это плевое. Поэтому это никак не может вести к алкоголю. Да. Мы должны дегустация и любого напитка должен быть удовольствием. Мы должны делиться радостью с теми, кто с нами это разделяет. И эта культура должна быть главной в том, что мы делаем. У нас же профессиональная дебюстация, это совершенно разные вещи. Поэтому нельзя злоботреблять, и меры должны быть во всем. Спасибо. У меня вопрос. Какое количество оттенков вы можете определить? Какие нюансы, какие нюансы, которые вы можете определить, когда вы вкусите. Я думаю, что есть более сотни слов, которые относятся к киноколиам. Видите, есть больше 100 слов, которыми определяются наши книги. Есть ли список качеств, которые определяют наши спирты? Тут можно говорить о богатстве вкуса, о шелковистости ощущений, о каких-то фруктовых оттенках, о цветочных оттенках, ароматах и так далее. Сейчас не могу вам все их перечислить. Поэтому всю эту гамму я должна была передать батисту, чтобы научить его определять именно наши спирты, так как мы это умеем делать. Приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!